почему не люблю я возить что-то тяжелое так сейчас мы везем манганес ор в общем руда а за же тяжелая из этого даже при небольшом волнении судно мотыляет стороны в сторону западная зыбь идет сейчас чуть меняется уже на ближе к северо-западу вот и о чем хотел сегодня поговорить друзья как вообще прошло все это время пока я в этой компании ведь это уже второе судно это примерно шестой или седьмой контракт мореходной книжки прошли эти года достаточно быстро незаметно для меня делать бы конечно поблагодарить всех помогал мне скажем осваиваться так или иначе давали какие-то знания особенно старпом и на прошлом судне там работы было на самом деле больше погрузок тоже там я в основном со старпом вместе в начале погрузки участвовал и в конце было полная погрузка потому что я знал если ты не будешь стремиться получению новых знаний на практике ничего не получится никто продвигать не будет и это тоже себе кстати намотайте на ус в море как бы никто не никого учить не будет пока сам не захочешь на этом судне я уже выполнял погрузки кто-то по старпом у нас киреев валерий он сейчас капитан пойдет уже работает на другом суде в этой же компании он давал не вообще фактически с начала и до конца грузить я порядка 10 8 10 погрузок перед тем как получить промоушен выполнил в конце уже вместе соответственно выходили там было нужно определенную осадку выйти ограничено рисковать я тоже не мог и поэтому получил я очень хороший опыт и моя цель была им на опять же как и в навигации в расхождении искоренить полностью страх если есть страх он вам не даст выполнить работу хорошо только вы от него избавляетесь и у вас начинает получаться конечно это должно быть подковано определенными знаниями и практикой на первую очередь тогда вообще идеально все будет получаться ну и конечно же не лениться в данном случае перепроверять все все свои подсчеты те же осадки бывали сомнения где-то есть идешь перепроверяешь я думаю так в любой работе и только в каких-то до аспектах работы на судне в море да но и на суше также многие со мной не согласятся вот поблагодарю по именам значит кого хочу поблагодарить первого значит александр берников судны судны с углы прошлого судна стахеев павел сожалению сейчас не был из строя все закончил карьеру такой недуг его достиг как инсульт а так он вообще был конечно живчик в принципе получалось до бегал как молодой хотя 64 года тем не менее вся вот эта беготня она дала себе знать но компания не бросила помогла ему и даже он прошел успешное лечение но к сожалению в компании не вернулся возможно какие-то симптомы еще остались тем не менее он стал на ноги сам и дал и по здравом уме остался сейчас остается астра быть семьей с внуками на детьми более мне кажется ходить наверно не стоит лучше отдыхать я сейчас у него все отлично также на этом судне сула я также хочу поблагодарить капитана ивана шумилова тоже дал много полезных наставлений так скажем я до сих пор помню понимаю на этом судне благодарность анатолию баранову он с моего же города я я же вот сейчас меняю он меня был такой сенатор еще многие знают кто следит за годом был конфликт тем не менее тоже ему хочу сказать спасибо он внес определенный будущее мы будущее моей позиции просто ну с годами у людей работает в море особенно штурмана в общем с нервами становится все не очень хорошо просто у кого-то чуть меньше у кого-то чуть больше но когда уходит за край на это влияет на экипаж начинается бунт компания опять же у нас и суд владелец в ней очень такой достаточно уступчивые и идет на на поводу идет навстречу тем кто провиняется так и так или иначе ему тоже давал четыре шанса поменял но не получилось есть там свои причины почему не получилось про это я говорить не буду в любом случае спасибо за опыт за определенные знания ну и самое главное норвежского капитана уже поблагодарить ивара джохансона с которым сейчас работаем на судне в принципе уже решался на то ли окончательное выдвигал решение до принимал решение писал уже компанию связался с удовладельцем что я могу работать иначе бы наверное было бы проблематично все-таки когда норвежская компания и норвежский капитан решает этот вопрос намного все успешнее может получиться но для этого нужно для этого нужно дойти чтобы они позвонили и сказали в хороших отношениях быть выполнять свою работу в той позиции чтобы никаких претензий не было прежде чем идти на другую позицию вы должны работать как минимум без серьезных замечаний а лучше вообще без замечаний тогда даже сомнений в беде не будет как ты выполняешь эту работу соответственно ты будешь сразу видно как ты будешь делать другую это обязательно смотрят все ну все в принципе на этом я почти нет еще хотел добавить что все таки помимо всего этого конечно же в нашей жизни очень сильно влияет семья да вот спасибо моей жене за дочь и дочка была у меня самой большой мотивацией только после рождения ее я просто как бы все рвало металл и все получилось так что друзья дети это не только цветы жизни но и наши мотиваторы все спасибо за внимание всем пока пока